Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйт Хоум. Сегодня я хочу познакомить вас с игрой, которая называется Самогонная Компания. Здесь мы будем пробовать себя в роли молодого самогонщика, который начинает данный вид бизнеса вопреки всяким законам и запретам. Нам надо будет заниматься производством и, конечно же, сбытом своей продукции, а вариантов тут её очень и очень много. Также я хочу отметить, что это не демо, а полноценная версия, и мы с вами будем играть не в песочницу, а пойдём по сюжету. В придачу это игра от создателей многими любимой таверны. Ну а кто понял, тот понял. Желаю всем и каждому приятного просмотра. Ты вспоминаешь свои мечты и начинаешь бизнес с друзьями и единомышленниками, но ваши действия не остаются незамеченными. Всё, что потребовалось, это одно лишь слово в ваших работодателей, и твой бизнес пошёл на смарку. Полицейский рейд. Бизнес окончен. К счастью, в этот момент тебя не было в городе, но тебе теперь постоянно надо быть на чеку. Ты собираешь свои вещи и возвращаешься домой. Здесь всё не так уж и плохо. С помощью твоего дяди и лучшей сестры в мире, это я. Ты начинаешь свой новый бизнес. Муншини. Теперь ты готов снова преследовать и воплощать свою мечту. Дядюшка Дональд, вот старая самогонная база твоего дедушки, то есть моего брата. Никто ей не пользовался уже с незапамятных времён, но, возможно, тебе она пригодится. В любом случае, тебе надо будет ещё много чему научиться. Как ты можешь заметить, здесь всё находится в достаточно плачевном состоянии. Давай посмотрим, что здесь вообще есть и что к чему. Ну давай. Также нам придётся сейчас пройти небольшое обучение по управлению, но я думаю, мы быстренько это проскочим, и, соответственно, нас это надолго не задержит. Теперь, когда с ним покончим, давай поговорим о самогоне. В конце концов, ради него мы с тобой здесь собрались. Во-первых, сама основа самогоноварения — это ингредиенты, которые мы используем. Давай посмотрим, что у нас есть в хранилище, нажав главную кнопку «Инвентарь». Ах, кажется, у нас осталось меньше горстки испорченных бобов. Ладно, неважно. Мы всегда можем пойти в магазин и купить нам какие-нибудь ингредиенты. Вот, позволь мне показать на карте, где находится ближайший магазин. Это, собственно говоря, сама карта, но подробно я про неё тебе расскажу чуть позже. Пока давай заглянем в магазин. У них бывают хорошие предложения. Могу вам что-нибудь помочь? Да, нам надо сперва будет купить сахар Домеро в количестве 50 килограмм. Есть. Даже больше взяли. Дальше нам требуется сахар Бурбарос. Тоже 50 килограмм. Закупаем его. Суммарно это выходит на 315 долларов. Закупаемся. Теперь, когда с покупками покончено, давай прикинем, какое оборудование нам пригодится для всего этого. Возвращаемся на базу. Честно говоря, тут довольно пусто, но на слайде должен быть резервуар для брожения. Мы можем получить к нему доступ непосредственно из окна быстрого размещения устройств. Ну а теперь выберем ёмкость для брожения и поставим её на синюю область. Значит, мы можем устанавливать любое оборудование, как раз какие-то такие вот синие крестики. Ну а что касается этой данной бочки, поставим её где-нибудь, где-нибудь, наверное, вот здесь мы её, около ёлочки, и установим. Ах, этот правильный и прекрасный запах ферментационного резервуара. Какое наслаждение. Благодаря этой штуке мы можем превращать сахар в алкоголь. Теперь давай кого-нибудь наймём, чтобы он нам помогал. В конце концов, твой беден дядюшка такой старый и мучимый жаждый. Простите, я отвлёгся. Нанять сотрудников мы можем в специальной вкладке. Ну, как вы видите, сейчас у нас лис сотрудников пуст, но мы можем посмотреть кандидатов. Всё хорошо, только не вижу самого главного человека, не вижу имени Афон, но, надеюсь, когда-нибудь мы его тут с вами встретим. Если нет, ну, мы знаем, что делать. Да, не слишком большая явка, да и в придачу всей новички. Ну, ладно, может быть, в этом какой-то и есть тайный смысл. Придачу тебя ещё в деревне никто не знает, поэтому, соответственно, и явка не такая уж большая. Ну, а судя по всему, Давид, парень-то неплохой, давай возьмём его. Всё общение с кандидатами и вообще с сотрудниками у нас будет происходить в виде такого вот чата в правом углу. Также все люди у нас имеют определённые навыки и таланты, как положительные, так и негативные. Естественно, положительные для нас они будут в синих таких кружках, негативные они будут в красных. Так, сейчас не могу никак посмотреть, что определённо означает данные навыки, но здесь написано, что он дешёвый, ну, то есть, как бы, рабочая сила, да, дешёвая у него, походу, будет идти. И лезет у нас, он ленивый. Ну, явно это будет как-то всё сказываться на работе. Ну, в любом случае, данный товарищ у нас идёт по заданию и стоит он 696 долларов в неделю. Мы ему, кстати, предложили, да, эту стоимость, он согласился, он сказал, чёрт подери, босс, ради такого предложения я буду работать усерднее, чем насос. Да, что он будет, походу, качать, тут толку будет по полной программе. Нам потребует сейчас ещё один человек, давайте кого-нибудь выберем. Ну, здесь у нас ленивый, здесь у нас, вот это странно, да, как бы, пати-энимал, то есть, типа, животное для вечеринок. Ну, то есть, либо он очень сильно, как бы, вот, любит тусоваться и много пьёт. Ну, он фанатик алкоголя, здесь даже об этом написано, да. Не будем такого брать. И второго тоже возьмём, вот, просто Ричарда, у нас он никаких навыков нет, он у нас абсолютно обычный человек, вот, да ещё и по цене самый обычный. Нам он, конечно же, подходит. Значит, по поводу сотрудников, мы можем им предлагать разные бонусы, мы им можем предлагать разную зарплату. Но, если мы предлагаем бонус, он, может быть, станет ещё лучше, может появится у него какой-то скрытый талант или навык. А вот, если мы ему будем уменьшать его зарплату, вот здесь мы в этой вкладке можем, как раз, и регулировать, да, он, может быть, не согласится. Как результат, он обидится. Ну, вот, я так и не понял, ну, обидится он, ну, обидится на меня дальше, что, ну, как бы, всё равно ты на меня работать не будешь. Ну, не хочешь, не хочешь, какие твои дела, да? Ну, давайте сделаем хотя бы, просто ради интереса, 460 долларов. Ну, он тоже самое сказал, офигенная стоимость, офигенная зарплата, 460 баксов в неделю, он будет качать тут алкоголь круче любого насоса. Теперь у нас есть лист наших сотрудников, то есть, как раз здесь мы можем наблюдать, кто у нас работает, кто какого уровня, у кого какие уже навыки, таланты, доступен, кто чем занимается. Можно будет включить камеру понаблюдать за ним, ну, либо пинок под жопу, как вы понимаете, это увольнение. А, да, вот как раз по поводу дешёвости его, у нас, получается, идёт уменьшение зарплаты, да? Ну, и он у нас ленивый, как я сказал ранее, уменьшена скорость передвижения. Ага. Каждый раз, когда он будет работать, делать какие-то действия, у него будет подниматься навык, мы можем, будем давать ему разнообразные бонусы и улучшения. Ну, это всё здесь как раз идёт у нас по этим разговорам. Ну, а теперь давайте заглянем в мастерскую, чтобы что-нибудь изготовить, ну, или как раз то, что нам потребуется. Также мы можем получать доступ ко всем устройствам на базе и посмотреть их статус, а также состояние. Есть вкладка, называется «Workshop». Значит, что касается наших оборудований, как раз таки у нас есть бочка на 200 литров, это единственное, что у нас сейчас есть. Дальше мы с вами можем создавать и крафтить. Здесь много разных у нас вещей, но всё это потребует у нас как деньги, так и дополнительные ресурсы. Людские тоже, да, и навык людей по изготовлению здесь очень и очень важен. Нас сейчас интересует вкладка «Дистилляция». Во время нашего приключения, ну, то есть нашего делового начинания, у нас будет доступ к множеству разных вещей и оборудования, которые будут отличаться вместимостью, материалом, производительностью, ну и так далее. Ну, а пока мы остановимся на базовом аппарате, 200 литровом. Обычно это занимает какое-то количество времени, ну и как вы здесь видите, это будет у нас сделать «Давид» 12 часов, да, и получается стоимость 5000 долларов. Да, изготавливаем. Рабочие. Проверено ингредиенты. Есть красивый эзервард-ображение. Окей. Ах, чёрт, мы забыли поставить машину для дистиллизации, да? Сейчас мы тебя поставим. UABC. Значит, куда мы тебя поставим? Ну, дистилляция у нас будет происходить, допустим, где-нибудь, где-нибудь рядышком. Как нас вращать? Ага. Слушай, а где у нас тут, получается, идёт лицевая сторона? Не вижу её никак. Получается, что вот это, да? Ну да, получается, что это она. Ну, давайте тебя поставим где-нибудь рядышком. Вот здесь. Влезаешь? Нет, не влезаешь. Тогда прямо напротив. Вот сюда. Отлично. Наконец-то всё готово. Ну, а теперь давайте отправимся в центр производства и что-нибудь себе сделаем. Здесь мы найдём список, который мы с вами уже произвели, либо, наоборот, можем заняться модификацией. То есть вся как раз-таки управленческая тема будет по какому-то продукту находиться именно здесь. Ну что ж, давайте что-нибудь сделаем. В этом месте мы можем создавать план для всего процесса. Выбираем алкоголь, ингредиенты и сам аппарат. Есть, правда, ограничения. Мы должны соответствовать существующему рецепту. Некоторые из них мы, может быть, знаем, а другие придётся открывать. Да, здесь очень много разных вариантов алкоголика. Некоторые мы действительно будем создавать по рецепту для того, чтобы их можно было продавать. А некоторые варианты абсолютно рандомные, случайные. Мы можем сами экспериментировать, сами создавать свой рецепт. Ну и смотрите, насколько он вообще будет заходить во время продажи, насколько он будет интересен людям. То есть, по сути, в плане крафта и изготовления игра, ну, по сути, бесконечная. Для начала давайте выберем один ингредиент. Как насчёт барбадотского сахара, а? Звучит так экзотично? Ну давайте. Кто у нас он? Вот этот, да? Первое, что нам потребуется поставить, это резервуар для брожения, да? Для сахара. Установить. Далее у нас идут дрожжи. Они делятся на категории. Они позволяют нам создавать рецепты, изменяя силу вкуса наших ингредиентов. Те, что относятся к первой категории, называемые простыми, не очень эффективны. Позже мы получим доступ к более сильным из них. Угу. Затем идёт таблица вкусов. Она меняется при добавлении ингредиентов. Каждый ингредиент имеет свой собственный вкус и эффект на графике. Мы должны соответствовать вкусу рецепта, чтобы иметь возможность его приготовить. Это как раз таки, когда мы выбираем именно готовый рецепт. То есть мы должны будем соответствовать вот этой всей таблицей. Если мы выходим за рамки, то, соответственно, уже вкус меняется. Соответственно, и продукт у нас уже становится не такой, который был заявлен и изначально планировался. Следовательно, возможно, цена у неё либо будет выше в продаже, либо ниже. Но и, кроме всего прочего, это всё влияет ещё и на сам спрос. На данный момент у нас нет совпадений по вкусу, но мне тут нашептали на ухо маленькая птичка, так скажем, начерикала, что если мы добавим демерару сахар, то будет вкус ближе к рецепту, да? Но давайте добавим. Здесь как раз идёт вкладка по совпадениям. Когда у нас есть рецепт таблицы вкусов, мы можем выбрать его, чтобы заблокировать. Затем, если мы внесём какие-либо изменения, целевой вкус рецепта будет сохранён. Нас интересует вот это, да? Моргает. Как вы можете видеть, у нас есть совпадение, но оно не слишком точное. Давайте сбалансируем количество ингредиентов, чтобы они были на 100% и соответствовали друг другу. Угу. На 100%, да? Ну, давай попробуем поднять тебя. Вот сюда. 99% получается. Это прям идеально. Вот просто всё идеально сочетается и готово к производству. Нам просто нужно добавить дистилляционный аппарат и всё готово. Угу. Ах, это ваша первая партия. Вы молоды, но так быстро взрослеете и обучаетесь. Я вижу, вы приготовили по рецепту, называемый тухлятина. Мда уж, офигенное название. Начинайте производство и давайте дальше потом продолжим. Ну, а теперь пришло время наладить процесс ферментации. Я думаю, так люди, ну, кто вообще не в теме, смотрят на это всё сейчас, то, что происходит на экране. И слегка так офигевает. Ну, да, эта игра явно не для всех. Но, тем не менее, как именно менеджмент и некий такой симулятор, ну, это что-то нечто новое и интересное. Ну, и в придаче достаточно неплохо подано. Это я не про себя, конечно же, а про заработчиков. Ладно, продолжаем. Или даже, наоборот, возвращаемся к нашему процессу. Это окно ферментации, где вы будете планировать свой первый этап производства. Мы должны будем установить температуру, количество, смешивание, время, в общем, абсолютно всё. Схема ферментации кратко описывает весь процесс ингредиенты и оборудование, которое мы выбрали. Чем сложнее рецепт, тем больше деталей мы увидим здесь. Как раз то, что мы с вами выбирали ранее, у нас здесь будет отображаться. Вы можете посмотреть аппарат, который вы используете для процесса ферментации. Его долговечность влияет на эффективность производства. Чем ниже срок службы устройства, тем больше вероятность того, что вы потеряете продукт. Чистота также имеет решающее значение. Если вы хотите избежать попадания нежелательных ароматизаторов в ваш резервуар. 100% совпадение вкуса гарантирует, что вы избежите любых неприятных сюрпризов. Поняли, да? Оборудование надо мыть. Оборудование надо ремонтировать и за ним следить. Иначе мы, во-первых, теряем продукт. Во-вторых, мы теряем сам вкус. Опять же, это будет все сказываться на прибыли и на сбыте. Здесь мы с вами выбираем дрожжи, которые будут брошены в емкость. Также не забывайте, каждый вариант нам будет давать разный результат. Ну, а пока, наверное, начнем с какого-то сбалансированного, да? Ну, а теперь давайте наполним емкость. Надо быть осторожным с количеством сахара, которое мы добавляем. Потому что слишком большое количество поддавит дрожжи и убьет их. Так, а сколько нам надо сделать? Нам надо, получается, чтобы было на 190 литров сахара 17-22%, да? Ну, давайте будем тогда экспериментировать. Будем потихонечку поднимать. Нас интересует 190 литров, да? И процент мы сейчас сделаем что-нибудь... Хм... 17-22, а, стоп, у нас уже больше 200 литров. Хорошо, о, отлично. 187 получилось. Опять же-таки, мы с вами пока двигаемся по рецепту. То есть тот рецепт, который у нас установлен. Он у нас указывается в левом верхнем углу. Ну, а если вам игра понравится, и она пойдет дальше, чем первый взгляд, опять же, все зависит от лайков ваших комментариев, то мы можем экспериментировать, создавать собственные рецепты. И я готов даже поэкспериментировать с вашими рецептами, которые вы, может быть, напишите внизу под видосом. Посмотрим, насколько они будут удачные, насколько они будут хорошо продаваться. Ладно, далее. Значит, мы сможем в дальнейшем разблокировать технологии, которые позволяют нам изменять температуру для оптимизации ферментации, чтобы избежать дополнительных привкусов. Угу. Здесь у нас с вами идет график ферментации. Мы можем выбрать, когда мы хотим остановить сам процесс. В некоторые моменты могут появляться дополнительные ароматы, которые представлены цветными пузырьками. Постарайтесь сократить время до 16 часов и избегать избытка дополнительных ароматизаторов. Так, ну это тоже самое дублируется у нас, но касается самой установки. Вот так вот. Ну а теперь, когда все готово, можно приступать к процессу брожения. Рабочий наполнит резервуар, и процесс начнется. Угу. Совпадение 99%. Здесь вы можете видеть, как наши работники приносят все необходимые вещи, ингредиенты, ну и становятся такими очень хорошими ребятами и трудятся как пчелы. Угу. Ну давай. Однако, сама ферментация достаточно длительный процесс, как насчет того, чтобы ускорить время. У нас есть три различных настройки скорости. Ну давай поставим максимальную. Рецепт открываем. Добро пожаловать на карту рецептов. Вот здесь будут как раз-таки те рецепты, которые мы разблокируем. Существует четыре вида спиртных напитков. Самогон, бренди, виски и водка. А также три вида сложности. Дешевый, марочный и премиум класс. На данный момент вы не знаете вообще ничего. Но позвольте мне рассказать вам, как узнать что-то. У каждого рецепта есть радиус, который будет расширяться в зависимости от качества, которого вы достигаете при использовании порции. Точнее, при приготовлении порции. Когда радиус попадает на другой рецепт, вы получаете доступ и подсказку к этому. Каждая подсказка приближает к вас к новому вкусу. Это ваша богом данная обязанность. Открывать для себя каждый рецепт и готовить его наивысшего качества, чтобы почтить своих предков, ну или по крайней мере, в честь моего желания попробовать каждый из них. Теперь давайте посмотрим на наши рецепты. Это рецепт, который вы обнаружили, когда готовили последнюю порцию. Вы можете увидеть все различные элементы, основные ингредиенты, диаграмму вкуса, процентное содержание, этанолу, ну и так далее. Когда вы не знаете всего рецепта, это будет выглядеть таким образом. Каждая новая данная, новая информация будет открываться и добавлять что-то маленькое. Ну, у каждого вида алкоголя также есть своя вкладка, и со временем вы откроете для себя абсолютно все. Понял. Так, ну а сперва мы тут вроде как сами хотели посмотреть и вообще сделать хоть что-то, да. Тут, конечно, очень много тонкостей, очень много нюансов. Единственная проблема — это язык. Пообщаться с разработчиками, язык русский не планируется сюда вообще. То есть как бы в ближайшее время, я думаю, даже фиг знает какое в ближайшее время, можно об этом не разговаривать и ничего не ждать. И насколько я помню, по таверне, если судить, то русский язык появился там спустя год. Вот так вот. И если в таверне еще можно было каким-то вот интуитивным способом догадаться, понять все эти механики, то человек далекий от таких вот тем, связанных с алкоголем, тем более с производством. Плюс не знает язык, наверное, многих это все дело толкнет. Но желание разобраться, если у кого-то оно есть, то, наверное, наоборот, подкинет вас к этой игре, потому что, ну, интересно, интересно здесь вот во всем этом пошиться и позалипать. Ну, опять же-таки, игра очень сама по себе на любителя. Хотя, по сути, это менеджер. Да, то есть мы выбираем, мы производим, мы создаем, мы отправляем. Вот все, что касается данной схемы. Немножко процесс ускорим, а то это прямо, наверное, будет очень-очень долго. У нас сейчас один работает, другие ждут, третий таскает. Кстати, такие у нас тут рыжие бородачи, два человека. Если что, потом можно будет еще кого-нибудь себе тут нанять. По объектам. Все эти объекты, которые находятся здесь, на данный момент этим таким вот синим выделяется цветом, да, это все то же самое, что у нас находится внизу на вкладке. То есть вот этими кружками на тулбаре, так называемом, да, это как раз-таки они просто все визуализируют именно на самой уже локации. Ну, а если что, можно быстрым доступом это все дело управлять. Также в дальнейшем мы будем строить новые, мы будем улучшать старые, ну, и развивать вообще все это направление. По поводу туториала, за кадром я уже в него поиграл, я уже так посмотрел его, но решил сделать его именно на видосе в формате первого взгляда. Причина простая, здесь слишком много тонкостей, вы уже, наверное, сами это поняли. Поэтому будет проще, когда нам игра будет все дело рассказывать, я вам это буду переводить, ну, и вместе как бы будем так вникать. Потому что, как правило, если я делаю первый взгляд именно своим взглядом, своими словами, то в более таких сложных играх это, наверное, не совсем правильный выбор. Поэтому здесь вот идем мы вместе с вами по самой игре. Так, ладно, мы дожидаемся, я тут просто пока время крутим, решил с вами пообщаться, решил вам рассказать, почему именно в таком вот варианте мы с вами двигаемся в данном видео. Ну, и параллельно знакомимся с самой игрой. Готово. Теперь, когда ферментация завершена, мы можем приступить к дистилляции, и давайте вернемся к этому в нашем центре. Начать дистилляцию. Каждая банка содержит определенную долю конечного продукта, как с точки зрения вкуса, так и с точки зрения этанола. Этанола. Выбор тех, которые вы хотите сохранить, или те, от которых вы хотите отказаться, позволит вам найти баланс между ожиданием вкуса и, конечно, качеством самого продукта. Ну, и с содержанием этанола. В настройках процесса дистилляции вы можете регулировать скорость пламени и саму емкость. Это влияет на скорость производства, а также на количество и качество продукта. Давайте сделаем огонь побольше, чтобы ускорить сам процесс. Теперь давайте уточним, от каких банок мы хотим избавиться или сохранить, чтобы достичь желаемого результата. По рецепту в конечном продукте требуется 30% этанола, поэтому давайте возьмем от 30% до 35%, чтобы дать себе немного, как бы, выбора и свободы. Вот так. Ну что ж, у нас вроде как все готово, так что давайте это сделаем. И давайте посмотрим, как идут дела на базе. Закроем наше меню. В правом углу у нас будут такие мигать маркеры. Они нам рассказывают о том, что происходит и насколько у нас завершены процессы. Ну и давайте пока подождем, пока не закончится сама дистилляция, да? Запускаем процесс. Ну, так же ставим там X2, X3. Поначалу, конечно, можно понаблюдать, как они там все это таскают, как они тут все это дело заливают. Тут, конечно, просто такой вот момент, как я сказал ранее, просто наблюдение. Хотя так вот смотришь, да, вроде как уже и не подходит. Один раз закинули, ну а дальше процесс уже сам начинается. Еще немного и готово, да? Теперь, когда дистилляция завершена, мы можем разлить продукты уже по бутылкам. Давайте снова откроем наш центр управления и проверим нашу линию по производству. Ну, да, разлить по бутылкам. Ну, вот так у нас, ну, по бутылкам это громко сказано, пока это вариант в баночках у нас здесь. Кстати, здесь можно давать название, если у вас есть интересные варианты, как мы можем назвать какой-то наш продукт. Пишите, попробуем, посмотрим, насколько это будет заходить, опять же, при сбыте. Потому что названия здесь также влияют еще и на интерес и на заинтересованность покупателей. Ну, и это наш последний момент, когда мы можем вообще хоть что-либо изменить. Мы здесь управляем, разбавляем, переименовываем продукт. Ну, и, конечно же, устанавливаем ему цену. Как только это все будет уже сделано, нажимаем кнопку «Готово». Что касается каких-то модификаций. Значит, первое. Это добавить, как говорится, немножко добавь воды, да. То есть, соответственно, содержание спирта будет меньше, содержание воды будет больше. Но это будет, опять же-таки, влиять на то, насколько это будет интересно конечному потребителю. Не все могут это оценить и не все это могут одобрить. Здесь будет указано общее качество продукта. У нас оно находится в 49%. Здесь мы с вами выбираем стоимость продукта. Чем будет выше цена, тем оно будет дольше продаваться. Если оно будет не соответствовать качеству по первым отзывам. Если оно будет более дешевое, такая бормотуха, то, соответственно, ее могут там разбирать все подряд. Но не факт, что она будет тоже, опять же-таки, всем нравиться. Так что здесь надо вот именно держать хороший баланс по цене и по качеству, чтобы привлекать новых людей и не отталкивать старых. Ну, предположим, сделано чуть дешевле. Здесь даже написано, что цена хорошая и, ну, селлинг спид будет продаваться очень быстро. Здесь мы будем с вами видеть очки мастерства, которые мы получаем за рецепт. Очки мастерства мы используем уже для разблокировки новых технологий. Ну, и каждый раз, когда мы повышаем качество рецепта, мы будем получать все больше очков опыта. А здесь мы с вами называем, как будет, точнее, здесь мы пишем, как будет называться наша продукция, наша банка, да. Ну, а здесь мы уже нажимаем кнопку, чтобы это все дело создать. Единственное, что почему-то мне не вернуться, хотел ее переименовать. Начал набирать название, хотел назвать ее Бормотуха, а в итоге как-то у меня все это скипнулось. И только раз, что уже завершить процесс. Ну, ладно, значит, у нас первое, наш алкоголь будет называться вот так, как он есть. Ротгуд 1. Давайте, по бутылкам его. Поздравляю, ваша первая партия готова. Теперь мы можем заархивировать его. Таким образом, мы сможем в дальнейшем вассадать его, когда достанем из архива. Ну, а сейчас давайте просто закроем окно. Ну, давайте. Что ж, пить самогон, это, конечно, прекрасно, но иметь деньги в кармане еще лучше. Наш продукт должен быть доставлен жаждущим клиентам. Кстати, у нас как раз и для этого есть возможность. Ну, и помните, надо быть всегда осторожным, совершая свои доставки. А сейчас давайте, точнее, проверим окно доставки и закончим саму подготовку. Здесь, в этом окне, мы можем настроить детали доставки. Ну, и помните, что мы здесь создаем свою репутацию, да? Здесь мы выбираем, кто у нас отправляется. Здесь мы выбираем автомобиль. Кстати, тачки можно покупать, они тут разные. Они как визуально отличаются, так и по скорости, и по общему количеству, сколько они могут забирать груза. Дальше здесь мы выбираем, что мы с вами хотим отправить. У нас есть 26 литров Ротгута. Далее выбираем, куда мы доставляем. То есть, в данном формате нам предлагают отправить это именно сюда. Как вы видите, здесь еще значок 1. Да, здесь будут происходить всякие разнообразные облавы на магазины, на точки, то есть, со стороны полиции. Ну, и как вы, наверное, также заметили, у нас прямо на самом верху указано Police Alert. То есть, это тревога полиции, то есть, через сколько к нам могут зайти с проверкой, скажем это так, да? Ну, да, мы здесь с вами выбираем и, соответственно, выбираем доставку. По поводу автомобилей, а, но нам, к сожалению, сейчас это не выбрать. Ну, около тачек здесь около, там, по-моему, 10 вариантов, начиная от простого грузовика и заканчивая большим таким вот фургоном. Отправляем. Да, ну, у каждой точки здесь есть разные предпочтения клиентов, поэтому надо стараться соответствовать им для того, чтобы туда как раз-таки отправлять нужный продукт и на этом зарабатывать. Также еще есть уровень оповещения розыска до того, как к нам приедет полиция. Чем больше мы продаем, тем больше возникает риск. Но также, чем больше и лучше прокачивается точка, тем больше туда приходит клиентов, а чем больше клиентов, это означает больше денег. Здесь у нас указано то, что находится на складе, а здесь то, что требуется для продажи. Вот здесь информация, да, о транзитах и доставке продукта. Вроде как все, наша задача сейчас отправит туда все, что мы с вами сделали. Бедная душа требует нашей помощи. Информация о сообщении. Так, здесь у нас будут выскакивать дополнительные задания, которые мы можем брать и выполнять. У нас есть как бы storyline, то есть это главная линия. Также есть side mission, то есть side quest, которые мы можем брать для того, чтобы дополнительно заработать. У местного пастора сейчас трудные времена. Нелегко быть самым святым человеком в округе. Надо, в общем, что-нибудь ему отправить, что поднимет ему настроение. Например, напиток из агавы или кукурузного сиропа. Несомненно, в этом звучит великолепно. Ну, он хочет 20 литров, доставить ему 20 литров специальной декилы. Ранее мы уже с вами говорили о технологиях и навыках, которые мы получаем при разблокировке и производстве. Теперь пора потратить несколько очков мастерства, да. Нам надо глянуть на древо технологий. Дерево разделено на две части. Одна для ферментации, другая для дистилляции. Но у нас достаточно очков для того, чтобы разблокировать все технологии. Но я думаю, нам пока достаточно и одной. Выбираем. Данная технология нам позволит добывать и производить новый сахар. И делать сироп из агавы и кукурузного. И кукуруза как раз, да. Идеально подходит для нашей миссии, да, разблокировать. Вы уверены? Да. Ну а теперь отправляемся в изготовление. У нас сейчас бочка грязная и слегка поврежденная. Поэтому нам надо это все дело отремонтировать. И у нас как раз и загорается вкладка. Клиер это почистить. И дальше мы с вами сделаем уже непосредственно сам ремонт. По поводу крафта. Ну, сейчас мы можем сделать такой вот старый котер. Котер, точнее, для производства сиропа. Ну, когда оно будет готово, надо будет его поместить уже на нашей базе, да. Так, по поводу установки. У нас он... А, у нас он пока не установлен. Так, сейчас, секунду. Он еще... А, так, стоп. Изготавливаться будет. А что по карте? Где у нас доставка? Доставка потихонечку у нас в ЕСЖЕ. Сейчас там удалят всякую грязь. Сделаем ремонт. Ну, и, соответственно, потом уже все остальное. Где у нас им крафтинг идет? Нет сотрудников. Вот. Сейчас он как раз какие-то может что-то сделать. Шикарно освободился. Не все здесь, видите, у нас могут выполнять абсолютно все задачи и цели. Магазин. Появляется много нового. Много действительно нового. Главное следить за ценой. Если хорошая цена, то можно будет возвращаться и докупать. Самое главное, это также проверять еще наличие, сколько у нас всего остается на складе. Если мы будем использовать уже рецепт по архиву, то есть минуем все то, что мы с вами делали предыдущие, сколько там, 20-30 минут этого видоса. Соответственно, мы просто выбираем то, что мы хотим сделать. Ставим галочку и ребята сами уже таскаются в склады и производят. То есть каждый раз такие манипуляции делать не обязательно. Но если мы делаем в первый раз что-то, то, соответственно, придется, хочешь не хочешь, это все нам дело произвести. Особенно это касается того, когда мы будем экспериментировать и создавать свои собственные рецепты, да? Когда открываем то-то древо общее, где мы можем наблюдать уже какие-то новые варианты по открытию. Как там у нас? Ага, понятно. Это у нас и есть. Рецепт по строительству, точнее по крафту у нас пока что еще в процессе. Ну вот, готово, да? Возвращаемся. Есть. Мы тебя поставим где-нибудь тоже рядышком вот здесь. Сейчас только разверну. Где там у тебя выход? Получается вот с этой стороны, да? Ну вот здесь давайте и установим. Готово. Окей. Теперь надо создать. Выбираем здесь уже рецепт. Нас интересует текила. Дальше. Выбираем сам рецепт. Выбираем то, что нам здесь требуется. Нам нужна, точнее нам нужен сироп агавы, кукурузный сироп. Ну, дрожжи все необходимые. В общем, добавляем тебя. Добавляем агавы. Добавляем сахар. Сколько у нас хотелось его? Килограмм 20? Этого 40. Дальше кастрюля. Дальше кастрюля. Дальше бочка. Здесь без модификации. Здесь, к сожалению, у нас пост дистилляции тоже нет. Осталось только сделать соответствие по нашему продукту. Это будет, походу, сложнее, чем я думал, да? Есть некая... Есть некая, ну, нехватка определённых компонентов. А если мы поменяем тебя на него, допустим? Сейчас проверим. О, так будет явно лучше. В разы. Соответствие 88%. Поменяли, видите, сахар. И совершенно всё заиграло другими красками. Создаём. Ну, процесс у нас сейчас пошёл. Каждый раз, когда вы видите такие вот значки, у нас идёт связь по второму продукту. Который у нас будет находиться именно в общей складке архива. Ну, и по сути, на этом всё. Я действительно люблю заканчивать на радостной ноте. И теперь идите и заставьте свою дядюшку гордиться собой. Если вам что-нибудь понадобится, просто загляните в книгу самогона, да? Самогона варенья. Чтобы увидеть все знания, которые, в общем, он нам предоставил. Какие-то подсказки. То есть, если что-то мы забыли, если мы что-то не знаем, то у нас всегда есть, как говорится, помощь зала. Да, тут нам она наведывалась. Говорит, что она знает и удивлена тому, что мы тут разобрались со всеми этими специфическими работами. И мы знаем, походу, гораздо больше, чем она думала. В общем, вернётся к нам на следующий день. Ну, а мы снимаем груз паузы и начинаем варить, крутить и создавать. Машина у нас вернулась. Кстати, что у нас там сейчас есть на складе? А на складе у нас пусто, да? Всё, что было у нас сделано, как раз-таки уже отвезли и продали. Наша задача сейчас, получается, это возвращаться... Господи, не ту кнопку нажимаю, а вот здесь, да? В наше производство. Мы можем достать роббит наш один из архива и поставить его уже на изготовление. Но если мы его включим, тогда нам потребуется с вами выключить производство второй. Как видите, у нас здесь идёт связь. Либо второй вариант. Мы можем сейчас всё купить, задублировать и скрафтить, например, ещё одну бочку, да? Ещё одну кастрюлю и уже как раз-таки на другом оборудовании производить, ну, другой алкоголь. И таким образом городские все наши сотрудники будут постоянно чем-то заняты. Но главное не забывать, чтобы они ещё отдыхали. Иначе, иначе, иначе. Но от работы, сами понимаете, что может произойти. Ничего хорошего. Они нас покинут. Нам придётся искать новых сотрудников. А особенно это будет плохо тогда, когда мы в них вкладываемся, когда мы их раскачиваем и когда мы даём им какие-то уже определённые особенности и таланты. Ну, которые они, естественно, приобретают во время работы. Ну, и в таком формате у нас построена абсолютно вся игра. Если вам интересно продолжение, если вам интересно такое прохождение, потому что обучение, по сути, мы с вами закончили. Теперь мы отправляемся в водное плавание. Тогда пишите комментарии, ставьте лайки. Если нет, ставьте диск. Хотя я сразу прекрасно понимаю, что эта игра 100% далеко не для всех. Об этом уже много раз говорил. Но в любом случае, мне вот интересно. Я как человек, который абсолютно не пьющий, абсолютно не пьющий, будет, в принципе, интересно посоздавать, покрафтить, попробовать что-то найти в игре, опять же-таки. Но сам проект, мне кажется, очень неплох получился. По-любому будут какие-то люди, которые, как и я, вот, наверное, оценят всю вот эту копошнюю возню. В общем, ладно. Я вам игру показал. Дальше решайте вы. Обучение мы с вами прошли. Все основные механики и какие-то вот ее особенности показаны. Дальше выбор за вами. Всех вас люблю. Обнял, поднял. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok